Один из самых удачных вариантов пасхальной выпечки. Красивый, необычный, очень вкусный кулич Краффин. А его приготовление мы начинаем с опары. Для этого в теплое молоко добавим столовую ложку сахарного песка, 2 столовых ложки муки и 2 чайных ложки сухих дрожжей. Все это хорошо перемешаем, стараемся, чтобы не было комочков. И затем мы уберем миску с нашей будущей опарой в теплое место минут на 20 до появления пушистой шапочки. Отделим белки от желтков. Нам понадобится 2 желтка и одно целое яйцо. А еще нам понадобится цедра лимона, которую мы легко добудем с помощью обычной кухонной терки. Взобьем яйца с сахаром и ванилином с помощью обычного миксера. Это займет не очень много времени. Нам нужно, чтобы образовалась устойчивая яичная пена. Туда же добавим цедру лимона, продолжаем взбивать и возвращаемся к нашей опаре. Опара подошла, такая она получилась чудесная. Мы убедились, что дрожжи наши работают и теперь можно смело смешивать опару с яичной смесью. И постепенно добавлять туда просеянную пшеничную муку. Все это аккуратно перемешиваем сначала с силиконовой лопаточкой, а потом придется работать руками. В конце замеса как бы вдавливаем в тесто мягкое сливочное масло. Терпеливо месим тесто руками до тех пор, пока оно не станет приятным, гладким и не перестанет липнуть к рукам. Затем перекладываю его в смазанную маслом в миску и убираем в теплое место часа на полтора. Оно увеличится в размерах вдвое, а то и больше, станет приятным, пушистым. И тогда мы разделим его на две части и будем формировать куличи. Каждую из этих частей мы раскатаем в пласт. Намажем обильно мягким сливочным маслом, посыпем щедрое изюмом и скатаем все это в рулет начинкой внутрь. Затем рулет разрежем вдоль, но не до конца и свернем спиралью начинкой наружу. Получается такое некое подобие башенки, которую мы аккуратно должны переложить в форму для кулича. Я использую бумажную форму. Дадим нашим куличам подойти минут 20 в духовке и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Такие румяные шапочки у нас получились. Для того, чтобы приготовить глазурь, мы в содержимое пакета добавляем 2 столовые ложки воды и 1 чайную ложку растительного масла. Все хорошо перемешиваем и не смущаемся, если глазурь кажется нам немного густоватой. Она аккуратно и равномерно растечется по верху кулича. Наносим глазурь на кулич, по желанию сыпем посыпкой и даем глазури немного застыть. А затем проверяем, что же у нас получилось. А получился отличный кулич. Мягкий, ароматный, очень вкусный. Уже долгое время это моя любимая пасхальная выпечка. Надеюсь, оцените и вы.